Прошу прощения, а вы встречаете поезд ЛДП, да? И у вас какие-то просьбы есть? Есть. То есть вас специально пригласили или уже некуда обращаться, вы хотите обратиться к ЛДП? Или в чем проблема? Скорее, чем первая. Скорее, вторая, чем первая. Да, обращались уже. И никто не помог? Пока нет. А в чем проблема вообще ваша? У нас проблема в жилищном доме. Ну, вернее, даже не в жилищном доме. Конкретно не в Генгисеппе, а в Петербурге, в Москве. И в доме в аварийном состоянии администрация предлагает нам за свой счет делать ремонт. В доме, в котором 135 лет нет. Был пожар, нас залили. Не нужно было жить там. И вы хотите просто обратиться? Да, мы хотим обратиться, потому что считаем, что центральный район Санкт-Петербурга коррумпированный. Вот сейчас вынуждены непонятно где жить. Понятно. Потому что в своем собственном жиле мы жить не можем. Ну, и есть надежда, что ЛДП вам поможет? Ну, мы стучимся и во все двери. Почему бы и сюда не постучаться? Добрый день! Беспартийный, стремиться к нам! Я очень рад тому, что вы пришли на нашу встречу. Хотел бы сразу представиться. Меня зовут Шерин Александр Николаевич. Я являюсь депутатом Государственной Думы фракции ДПР. Руководителем нашего спецпоезда, на котором прибыли мои коллеги. Также здесь со мной присутствует депутат Государственной Думы Субботин Константин Сергеевич. Часть депутатов нашей фракции находятся в штабном вагоне, работают с письмами граждан, которые мы собрали на предыдущих станциях. Сразу хотел бы вам представить, здесь также с нами находятся наши коллеги, которые представляют партию ЛДПР. Обратите ваше внимание, вот возле здания вокзала находится табличка «Юристы». Это мобильный приемный ЛДПР, куда вы можете сдать все свои письменные обращения, которые поступят Владимиру Вольфовичу Жириновскому в работу. У нас работает в Центральном аппарате ЛДПР отдел писем, в котором работают высококлассные юристы, имеющие огромный опыт как в гражданских, так и в уголовных делах. И когда ваши письма поступают в приемную ЛДПР, то, соответственно, юристы с ними ознакомливаются, составляют грамотные юридически выверенные депутатские запросы, которые идут на подпись Владимира Вольфовича Жириновского. И силу имеет не только депутатский запрос, а силу еще имеет фамилия депутата Государственной Думы. Поэтому наиболее продуманные, наиболее с высоким чувством инстинкта самосохранения чиновники, видя фамилию Жириновского Владимира Вольфовича, которая находится под депутатским запросом, очень оперативно реагируют на те вопросы, на которые они не реагировали, когда вы сами обращаетесь по своим проблемам. Поэтому очень часто бывали такие случаи, когда люди удивляются, что они по этому вопросу обращались во все инстанции, им говорили, что ничего сделать невозможно. Обратились к Жириновскому, он написал депутатский запрос, и эта проблема была решена. Вот как ни парадоксально, в нашей стране очень много законов, но, к сожалению, один закон противоречит другому, и все так сделано, чтобы люди не могли понять, где действительно они могут защищать свои права. И Владимир Вольфович имеет возможность периодически встречаться лично с главой государства, и те вопросы, которые мы не можем добиться решения от чиновников на местах, председатель партии ЛДПР просто в частной беседе передает материалы главе государства, и потом не удивляйтесь, когда некоторые губернаторы этапируются в Москву на самолете уже в металлических браслетах, и их пока не находятся в воздухе, исключают из партии «Единая Россия». Все это заканчивается для чиновников абсолютно одинаково. Мы были единственной партией, кстати, которой критиковали Лужкова, и все остальные пытались как-то с ним лебезить, но все-таки глава столицы нашей Родины, все хотели с ним хорошее отношение иметь. Один Жириновский его долбал с утра до вечера, критиковал. Вот возьмем, что далеко ходить, вот даже пример метро, мы здесь общаемся, и все это видим. Откуда могут знать депутаты Государственной Думы о других политических партиях? Вот в метро в Санкт-Петербурге жетоны многоразовые, а в Москве в метро карточки бумажные, билетики одноразовые. Получается, что деньги москвичей, которые они платят за проезд в метро, в том числе идут не только на заработную плату работников метрополитена, не только на обновление парка, но и в том числе и печатание постоянного этих бумажечек. Для кого это было сделано? Это было сделано, скорее всего, для аффилированной компании, которая занимается изготовлением вот этих вот билетиков проездных. А в Санкт-Петербурге жетоны многоразовые, которые можно вытащить и снова продать тем, кто едет. И не надо по новой постоянно печатать. Вот вам один из примеров пережитков деятельности товарища Лужкова. Какой-то чиновник не поймет, что надо выполнить те задачи, которые перед ними ставит лидер ЛДПР, то он обязательно, Владимир Вольфович, этого чиновника с трибуны Государственной Думы прорекламирует на всю страну. И когда Жириновский называет фамилию какого-то губернатора, не в очень хорошем свете, или главы района, то все, кто об этом увидели, сразу понимают, что дела у этого чиновника скоро будут плохие. И все сразу начинают от него разбегаться. А когда от него начинают все разбегаться, то он сам потом с удовольствием в отставку подает. Письма в нашу приемную через 2-3 дня. Они идут в центральный аппарат, и каждое из ваших обращений Владимир Вольфович возьмет на контроль. 95% обращений решаем положительно. Но есть и обращения, которые нужно решать внесением законов, внесением изменения законодательства Российской Федерации. Вот если нам люди постоянно жалуются на ЖКХ, то мы знаем, что когда ЛДПР получит большинство, в первую очередь мы выгоним всех коммерсантов из ЖКХ. Мы уберем все управляющие компании. Жулики, мошенники, проходимцы, негодяи в 95% случаев. Мы вернем ЖКХ под контроль государства. Все поборы, которые сегодня осуществляются, это только для того, чтобы хозяева, владельцы управляющих компаний могли с молчаливого согласия партии «Единая Россия» набивать свои карманы. И когда у нас падают лифты и гибнут люди, когда текут трубы, когда крыши гнилые, и подъезды не ремонтируются. Это только потому, что все деньги идут на содержание конторы, которая занимается управлением вашего жилья. Поэтому, когда мы уберем все эти управляющие компании, нам не нужно будет содержать директора управляющей компании, не нужно будет содержать его секретарш, бухгалтеров, экономистов и различного рода ненужных товарищей, которые к ЖКХ никакого отношения не имеют. У них же в управляющих компаниях только два человека. Это сантехник и электрик, которые ходят по подъездам раз в пятилетку, и там что-то может быть кому-то за отдельную плату сделают. То есть платишь коммуналку, а если тебе нужен, чтобы приехал электрик или сантехник, то ты ему еще параллельно доплачиваешь. Это у нас как здравоохранение. У нас медицина бесплатная, за неработающее население платит бюджет, за работающее население платит работодатель. Все это поступает в фонд обязательного медицинского страхования. Из этого фонда деньги идут в больницу, а вы со своим полисом приходите в больницу, у нас бесплатная медицина начинается с платных бахил на входе. И там еще параллельно платите. Приходите со своими простынями, со своими шприцами, со своими лекарствами. И койко-место сократили, и количество нахождения человека в стационаре сократили до 14 дней. А где-то до 10 дней. А почему до 10 дней? Да потому что коечка может приносить тити-мити. А то развалится тут бабуля, и будет 30 дней на одной койке лежать. А так можно было по 10 дней троих человек прогнать через эту кроватку. И она денежки даст. А почему на это глаза чиновники закрывают? Да потому что главврач заставляет своих сотрудников голосовать за единую Россию. Я здесь над тебя глаза подзакрою, а ты здесь мне, пожалуйста, дай результат. Вы все же прекрасно знаете, что всех бюджетников заставляют во время выборов фотографировать на телефон, бюллетень, что они проголосовали за единую Россию. Обратить внимание, вот вы правильно подошли, девушка раздает буклетики белого цвета. Это информация в Институте мировых цивилизаций. Это высшее учебное заведение в Москве, которое открыл и учредил Владимир Вольфович Жириновский более 10 лет тому назад. Я хотел бы обратить ваше особое внимание, что в этом институте всем иногородним студентам предоставляется бесплатное общежитие в Москве. Бесплатно! Потому что общежитие содержится за счет партии. Потому что общежитие содержит Владимир Вольфович Жириновский. Мы ни копейки денег со студентов за проживание в общежитии не берем. Какая-нибудь другая партия реализовала такой проект. Все рассказывают нам, как они хотят помочь молодежи определиться с дорогой в жизни, получить высшее образование. Вот у нас символическая плата за обучение. Большая категория молодых людей вообще освобождена от платы за обучение. А для всех студентов иногородних предоставляется бесплатное общежитие. Поэтому мы сегодня имеем право говорить, что ЛДПР не на словах, а на деле помогает молодежи. Еще ежемесячно мы сдаем часть заработной платы. Каждый депутат нашей фракции сдает в общепартийный фонд часть своей заработной платы. Из этих денег Владимир Вольфович оказывает материальную помощь всем нуждающимся. Поэтому напишите Зюганову, напишите Миронову, напишите в ЛДПР, напишите в Единую Россию. Вы посмотрите, кто вам хоть копейку денег пришлет. Вот так и надо партии проверять. Это не подачка, не взятка. Это не попрошайничество. Потому что человеку, которому сегодня тяжело, ему рассказы мои в том числе о том, как надо повышать пенсии пенсионеры, они ему жизнь легче не сделают. Поэтому пока мы, ЛДПР, не получили в Госдуме большинство, и пока мы не можем добиться того, чтобы был принят закон о повышении пенсии пенсионеров до 15 тысяч в месяц, мы решили сами, людям, оказывать помощь из своей заработной платы. И вы должны понять раз и навсегда, все, что бесплатно, все, что дарят, все, что дают вам от чистого сердца, и даже дают деньги, это ЛДПР и Жириновский. Все, что за большие деньги отбирают, это Единая Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok